Диана Суэми Диана Суэми Диана Суэми Диана Суэми Диана Суэми И буквально я хотела спросить пару слов о том, как вот вы встали на этот путь, потому что все мы, я думаю, что особенно люди, кто вырос в Советском Союзе, да, ну мы вообще не думали о том, что мы будем бизнесменами, предпринимателями, а тем более тренерами по личностному росту. Как вот начался ваш путь и как вы к этому пришли к такому удивительному раскрытию себя? Спасибо вам большое на самом деле, что вообще пригласили на вашу замечательную передачу. Особенно мне лестно, что в такой особый день, который посвящен именно женским вопросам, я выступаю на вашем эфире. Очень приятно. И да, действительно, вы правы, сейчас очень важный этап наступает, который в течение года ознаменуется таким, скажем так, моментом, как закладка программы. То есть мы ближе и ближе подходим к такому ключевому моменту этого года, как астрологический Новый год, наверное, вы знаете, да, такое понятие 21-22 декабря, именно когда есть возможность сформировать прям очень сильную программу на весь год. Потому что, ну представьте, что такое вот такой астрологический Новый год. Это когда, можно сказать, небеса открываются, и на вас выливается огромное количество энергии, которую вы можете каким-то образом принять, воспринять, направить на свой будущий год. Вот как это сделать, как раз я этому обучаю, этому алхимию. Вот, а если два слова буквально о том, как я встала на этот путь, то, ну, если честно, я с детства была воспитана в таких традициях, что нужно быть успешной, построить карьеру, пойти в институт, зарабатывать деньги, быть независимой. Вот это, наверное, самое главное. Главное быть независимой ни от кого. Вот, и поэтому очень хотел всего этого добиться. Ну, в принципе, я человек, который был взросшен социумом, можно так сказать. Вот, но в силу того, что, опять-таки, у меня, видимо, гороскоп хороший, планеты правильно стоят, энергии много, талантов тоже, мне достаточно легко все цели было добиваться жизни. Карьеру построить, денег заработать, машину купить, квартиру, ну, обычные социальные цели. Вот, но дело в том, что в тот момент, когда, наконец-то, они закончились, вот это самый, на самом деле, главный момент, он, с одной стороны, можно сказать, счастливый, потому что, наконец-то, человек всего добился, да, всего достиг, чего хотел. А с другой стороны, он самоопасный. Потому что в этот момент заканчиваются все цели, которые даны нам, ну, обществом, мамой, папой, там, родственниками, друзьями, школой, институтом. И в этот момент, можно сказать, человек проходит такую проверку на то, насколько он действительно может быть человеком, индивидуальностью, способен понять, а в чем вообще твоя судьба, что ты хочешь в этой жизни делать. И я помню момент, когда, поделюсь так, ну, получаю, я забираю ключи у работников, они там мне доделали ремонт в большой квартире, я подхожу к огромному окну, смотрю на центр Москвы, и тут я начинаю плакать. Вы знаете, почему я плакала? Потому что вы осознали, что уже, а что еще хотеть-то? Нет! Нет? Нет! Это было слезы радости. Знаете, такой радости, благодарности, возможно, даже где-то молитвы. Благодарности Богу, благодарности Вселенной, я не знаю, высшей силе, кто как это называет, за то, что, Господи, ну, слава Богу, что вот мне всего там сколько, 30 лет с копейками было, а я уже добилась всего того, что общество дает людям как цели на всю жизнь. И вот так вот до старости, да, многие работают, 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 там, стараясь накопить на машину, там, или на квартиру, или кредит закрыть, еще что-то, да, и всю жизнь вот в этом они живут, то есть они не живут на самом деле, они просто выживают. А мне Бог дал вот такую возможность, такую судьбу, что в своей, там, с 30 небольшим, я это все добилась, и я плакала от того, что я почувствовала себя свободной. Понимаете, я просто вот, я чувствую, Господи, слава Богу, что я выполнила все эти программы, да, и они меня больше не держат, и теперь я могу себе позволить быть той, которой я хочу быть. Я могу путешествовать, я могу помогать людям, я могу петь на сцене, ну, я люблю просто петь, а песни еще пишу. Вот я могу делать какие-то проекты, которые помогают людям, женщинам в первую очередь, их реализация. И в этот момент я почувствовала, что да, вот сейчас я начинаю становиться счастливой. Вот в этот момент как раз и начинается настоящая жизнь. И как раз вот оно, чудо происходит. Да, действительно, нам очень много общества навязывает определенных стереотипов, и, конечно, мы стремимся к определенным вещам всегда, и материальная реализация. Как бы нам много не говорили об этом достаточно большое сейчас количество духовных учителей, и учителей просто высокого уровня, которые говорят нам о том, что материально это не важно. И мы, в общем, в какой-то момент тоже это понимаем. Иногда это случается поздно, иногда это случается достаточно рано. Вот, например, по своим детям смотрю, они вот, у них какие-то уже другие немножко ценности, видимо, другое поколение сменяется, и они уже понимают, что не все так материально важно. Но, тем не менее, мы все равно хотим жить хорошо, и это очень важно, на самом деле. И вообще, вот если мы, я знаю, что вы тоже, вам достаточно, наверное, близки ведические какие-то учения, в ведах достаток это не какая-то награда, это нормальная часть счастливой жизни, это нормальная часть благополучия. Потому что, когда мы получаем достаток, мы в состоянии сделать этот мир лучше, мы в состоянии помочь другим людям. Только когда мы находимся именно в состоянии уже благополучия, только тогда уже у нас открываются другие возможности. Поэтому, конечно, как вот найти вот этот личный эгрегор богатства, можно ли его найти вообще, как его раскрыть, да, вот это вот мой основной вопрос, конечно. Ну, во-первых, вы правы, насчет богатства, насчет того, что все, что мы имеем вот это в материальном мире, это есть наша сила, на самом деле. То есть есть какая-то внутренняя сила, внутренний потенциал у человека, у каждого он свой, но он до определенного момента, ну, скрыт, можно так сказать, да. И, как я понимаю, цель-то вот всего того, что мы здесь делаем на этой земле, в этом обществе, да, иначе зачем нам это общество, зачем нам социум, это возможность реализовать свой вот этот потенциал внутренний, силы, энергии, талантов, для того, чтобы проявить себя каким-то образом и раскрыть, что называется, свою индивидуальность. Вот в 90% случаях, когда ко мне приходят на консультации, на диагностике, вопрос слышу такой, а в чем моя индивидуальность, в чем мое предназначение? И большинство людей жалуются на то, что они что-то делают, где-то работают, но у них ощущение, что они живут не своей жизнью. Очень многие так, да, то есть когда-то поступил в институт, когда-то пошел на работу по распределению, или там родители отправили в какую-то компанию, там сидит, занимается финансами, например, да, а мечтала, не знаю, выступать на сцене, играть, быть актрисой, ездить по гастролям. То есть очень много я встречаюсь с тем, что люди, они делают то, что на самом деле не их, и поэтому внутренне возникает ощущение, что они как будто чужой жизнью живут. И вот в этом была частая проблема, потому что, по сути, это как блокируется энергия внутренняя, и индивидуальность, она не может проявиться, потому что вот эту энергию не в то русло направляют. А если правильное русло найти, как сейчас модно говорить, особенно на тренингах, надо найти то, что вам нравится делать, да, то есть тогда вы начинаете с удовольствием это делать, и тогда поток энергии лучше, легче идет, людям это тоже нравится, они начинают вам больше денег возвращать, то есть обратно идет обмен энергии. Все правильно. Но самое сложное же найти, а что же мне нравится? Вы знаете, еще поделюсь одним моментом, до, наверное, 30, опять-таки, лет, самый страшный вопрос, который мне задавали, на который я не знала, как ответить, а что ты хочешь, то есть что тебе нравится. То есть я вроде бы понимала, нужно найти себя, нужно найти, что тебе нравится, а в себе почувствовать найти я не могла, представляете? И опять-таки, вот я сейчас вижу, особенно женщина ко мне приходит, говорит, я не знаю, что я хочу. Я знаю, что хочет мой муж, я знаю, что хотят мои дети, я знаю, что хотят мои сотрудники на работе там или босс, но я себя не знаю, не чувствую, не понимаю, я не знаю, что я хочу. И у них внутренний такой очень глубокий, такой, как сказать, ну, еще немножко человек заплачет. То есть боль такая душевная. А боль душевная рождается именно из-за того, что нет соединения со своей сущностью. То есть ты не понимаешь, кто ты вообще в этом мире, что ты хочешь. И вот первый шаг – это нужно найти. Это я уже начинаю отвечать на ваш вопрос. Вот, то есть нужно найти действительно, а кто я есть? То есть аж в чем мое предназначение в этой жизни? То есть какие таланты у меня есть? А как я их могу направить? И постараться отделить. Вот самое сложное – это на первом этапе. То есть отделить то, что мы получили как идея от кого-то, ну, как программа какая-то, да, ну, если сравнивать наш мозг с компьютером, от кого-то, нам сказали, ты должен, не знаю, бизнес построить и заниматься продажей, не знаю, одежды. Да, потому что это модно или популярно, или выгодно. Вот. И отделить именно то настоящее внутри. Найти свою индивидуальность, найти вот эту энергию, ресурс, который воплощая, реализовывая, ты по-настоящему сможешь и сам стать счастливым, и людям стать, по-моему, счастливыми, и денег на этом заработать. Вот у нас уже, я хочу задать вопрос сразу, предвосхищающий, может быть, ваш ответ. Мы, очень многие люди, они находятся на уровне выживания, да? Точно, да. И на самом деле в такой ситуации очень сложно искать что-то, что тебе, как бы, действительно ты хочешь, потому что тебе нужно думать о том, чем кормить себя, детей, семью, ну, вообще просто платить за квартиру, условно говоря, да, чтобы тебе на проезд хватило, на продукты. Вот. И как быть в этой ситуации? Потому что, на самом деле, когда ты начинаешь себя, вот я там хочу петь, да, а как можно петь, когда тебе кушать нечего? Вот совмещаются ли эти вещи? Я знаю, что, я, в общем, знаю приблизительно ответ, но мне интересно ваше мнение услышать. Они, конечно, легко совмещаются, потому что, сейчас я просто думаю, с какой точки зрения объяснить. Дело в том, что, небольшое отступление. Алхимия бизнеса вообще предполагает собой понимание всех материальных законов с точки зрения космических законов. То есть, чтобы понять, как это работает, как это устроено, мы изучаем, ну, на семинарах, да, где-то это идёт через индивидуальное общение, где-то на ретриты люди приезжают, где-то онлайн курсы я провожу. Я стараюсь объяснить это с точки зрения нескольких граней. То есть, первое, это биоэнергетика. То есть, это то, что внутри нас является ресурсным потенциалом. Мы рассматриваем чакры, да, то есть, на каком уровне, какая энергия помогает нам, каких целей достигать. Потому что личный эгрегор, он в первую очередь строится на отношении самой к себе. Сюда входят и мысли, какие мысли о нас о себе. Ну, например, Клеопатра, да, как она о себе всегда говорила. Я дочь Бога Солнца Рада. То есть, это в первую очередь мысли о себе, как мы себя здесь, на этой земле воспринимаем. Или Чингисхан, как его с детства воспитывали. Ты великий воин, ты, значит, самый сильный, всех завоюешь. То есть, изначально это некие установки мысли правильной, аффирмации о себе. Дальше. Это энергия в области виталлического тела. То есть, если попроще сказать, в области солнечного сплетения есть манипура чакра такая, да. И это потенциал нашей личной силы. С этим связана уверенность в себе. С этим связано не допускать, чтобы тобой манипулировали, тобой управляли. С этим связана, кстати, способность пропускать, способность денег. И здесь очень такой момент тонкий по поводу кредитов. Потому что, когда человек, грубо говоря, берет больше такой энергии материального мира, чем манипура чакра способна через себя как канал пропустить, то возникает опасность того, что манипура чакра прорвет просто-напросто. То есть, вот эта живая энергетика человека, она будет разрушена. И тогда неудивительно, что деньги начинают утекать. Неудивительно, что с работы после того начинают увольнять и так далее. То есть, это некий энергетический потенциал, который нужно развивать. И подхожу к ответу на вопрос, который вы задали. Если мы начинаем развивать вот этот энергетический потенциал внутри, через что? Через специальные практики. Вот почему я приглашаю на семинары? Онлайн это хорошо, то есть теоретически можно много всего объяснить. Но реально почувствовать эту энергию внутри себя, вот эту вот стихию огня, да, вот эту способность добиваться целей. Неважно, в какой области. Вот у меня много учениц, кстати, которые сидят дома, у которых по двое, по трое детей, но они умудряются зарабатывать очень хорошие деньги. Понимаете? Потому что всё, что мы внешне накапливаем, вот это вот макротело наше, да, то, что я вначале начала, когда мы с вами только знакомились, начала рассказывать, макротело – это то, что есть у нас. Машина, работа, деньги, квартира, не знаю, одежда, украшения, путешествия, поездки. Всё это наше макротело, большое тело. Но это макротело, оно удерживается внутри вот этим магнетическим центром, то есть микротелом. Это то же самое, как, например, вот есть Солнце, которое удерживает сколько планет вокруг себя за счёт своего магнетизма, да, то есть силы. Если оно не будет удерживать, планеты просто разлетятся. То же самое и мы. Если мы работаем внутри, над нашей энергетикой, накачиваем её, разрабатываем через практики, работаем со своими неправильными программами-установками, убираем лишние барьеры, программы какие-то меняем, то вот этот потенциал внутренней силы, он автоматически начинает проявляться в макротеле как новые возможности. Пример. Буквально за последний месяц, у меня уже 10 примеров ярких, когда приходит женщина на консультацию с таким запросом, говорит, вот у меня несколько месяцев не могу найти работу, отправляю везде резюме, вроде бы да-да-да-да, а на собеседование не приглашают. Одновременно с этим, там, с мужчиной проблемы, конфликты, ну и как-то вот жизнь, вот в принципе, непонятно. Не удалась. Не удалась. Ну, это сложно. Ну, ты же не удалась, ну как не удалась, она же уже родилась, уже удалась, уже всё происходит. Вот, а именно какая-то пробка, понимаете, вот, и тыкаешься, и не понимаешь, почему это происходит, да, вроде бы всё делаешь. Я спрашиваю, а сколько раз ты резюме отправляешь? Он говорит, пять раз в неделю. Ну, в принципе, хоть как-то, да, что-то отправляет. И звонит, и, ну, высокие, хорошие... То есть она не сидит и не ждёт, да? Да, 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 то есть что-то делает. А словно упирается в какую-то стенку, ничего не происходит. Приходит на диагностику. Я смотрю виталлический план, то есть состояние работы чакр, смотрю, какое у нее отношение о себе, то есть как она сама о себе мыслит, что она о себе допускает, что не допускает. То есть она энергетически, какие у нее блоки есть. То есть мы это всё прорабатываем. Энергетическим языком происходит чисто определённое. И буквально на второй день я звоню, говорю, почему ты исчезла, что случилось? Он говорит, ой, ой, извините, только что я получила подтверждение о работе. Выхожу на работу, мне такую зарплату хорошую дают, что я теперь могу не только квартиру нормально содержать, ну, потому что она хотела переехать, там, более дешёвый вариант. Вот, я говорю, могу на эти деньги уже и путешествовать, у меня вообще проблем нет теперь в жизни. И вот таких очень много. Вот она магия, казалось бы, да, алхимия. На самом деле вся эта магия, вся эта алхимия – это внутренние процессы. Просто нужен кто-то, кто может правильно помочь тебе на всех уровнях, на ментальном уровне, на уровне мыслей, да, на эмоциональном уровне и на энергетическом уровне, сделать пересмотр и правильно перепрограммировать, можно сказать, себя, плюс нужен энергетический дополнительный посыл. Ну, естественно, человек должен быть видящий, чтобы он понял, в чём проблема, почему образовался этот блок, эта пробка и как её убрать. И обладающий определёнными инициациями, правым, скажем так, лезть вообще в кармические вопросы, потому что иначе он может быть опасный. Если ты не обладаешь инициацией, посвящением, им это просто может быть опасно. Вот, поэтому даже если там женщина сидит дома, да, вот у неё дети, всё это возможно, это всё реально. И не нужно себя ограничивать теми какими-то шаблонами, которые навязывает общество. Я прошу прощения, может, немножко жёстко выражаюсь, но... Не-не-не, я очень с вами согласна. Я сама как мать трёх детей, я прекрасно знаю, какими мы на себя ограничения накладываем. Вот, и я вижу, как по людям, у которых есть дети, это особенно для... Вот, мне как раз вы прям предвосхищаете мой вопрос, потому что я считаю, что вот когда люди... Не всегда материнство – это только единственная реализация женщины. И на самом деле не то, что не всегда, это не только единственная реализация. И я очень рада, что сейчас эта тема очень активно стала подниматься. И мне кажется, дети – это не препятствие для твоей реализации. Это, наоборот, новый этап, это новые возможности. И я наблюдаю, вот, есть и женщины, которые как раз реализуются социально прекрасно, имея детей, и наоборот, даже когда у них появляются дети, у них какие-то открываются перспективы, и намного более интересные вещи с ними происходят. И не обязательно это надо куда-то выходить в работу, да, и чувствовать себя ущербанной, бросив ребёнка там на няню или на детский сад, как здесь в Америке. И принято, к сожалению, вот мне очень не нравится это, да, когда надо ребёнка в 10 недель отдать в ясли. Вот, и я думаю, что это как раз очень правильно, что вы говорите, очень, я поддерживаю твоя организация. Вот, поэтому, да, если вот как раз, кстати, вот для женщин, для молодых матерей, вот какую-то поддержку это даёт, да, что вот им предпринять? Сейчас уж мы говорили про материнство. А это то же самое, когда вот я говорила про программы, да, и смотрите, когда любой человек, женщина или мужчина, ну, просто женщина-то в большей степени касается, согласна, мы рождаемся, и нас начинают воспитывать, да, и мы начинаем за счёт этого воспитания, окружения получать какие-то цели, да, не свои цели пока ещё, да. И вот эти цели, хочешь не хочешь, мы должны как-то реализовать, потому что настолько сильно вот это влияние, когда тебе говорят каждый день, ты почему ещё не замужем, ты почему ещё не родила, а почему ты ещё на работу не устроилась, да, то есть это влияние очень сильное. И взять так резко, быть свободными от этих влияний сложно, взять, уйти в горы, да, и медитировать на оставшуюся жизнь, но это единицы реально способны. А большинство всё-таки приходится как-то вот исполнять, что называют эти программы общества. И когда женщина, например, родила, у неё всё, эта программа исполнена. И опять-таки это возможность, чтобы она была свободна для того, чтобы понять, кто она есть, и уже реализовывать то, что ей дано от Бога. Смотрите, есть несколько уровней целей. Вот у меня есть лекция, одна из лекций, мне очень нравится, сейчас вкратце просто расскажу, в чём там смысл. Есть три уровня целей. Первый уровень целей – это то, что дано человеку природой. То есть это как раз продолжение рода. И на этом уровне человек, в принципе, от другой природы не отличается, от других животных, да. Продление рода – это основная цель природы. И здесь женщина, она как бы следует инстинкту, да, следует золу природы и так далее. Но это первый уровень всего-навсего. Есть второй уровень целей. Это те цели, которые даны нам обществом. Это вот то, что социальный мир, это то, что бизнес, это то, что реализация себя как единицы общества. И здесь цели, которые даются нам этим обществом, они другого порядка. Здесь они строятся на системе, там, зарабатывания денег, определенного статуса в обществе, влияния, да. То есть определенных, так называемых, соответствуешь ли ты, там, какому-то уровню, там, статусу и так далее, да. И, там, количество денег, которое ты должен заработать, количество, не знаю, качества, если взять Америку, а в каком районе Лос-Анджелеса ты живешь. Потому что сразу идет оценка. Вот, но так или иначе, это уровень цели, он тоже ограничен теми рамками общества, в котором мы находимся, в котором мы живем. И общество, так или иначе, оно тоже использует человека, как и природа, для реализации своих целей. Правильно? То есть построить лучшую инфраструктуру для существования человека, новые компании, новые заводы и так далее. И поддерживать всю вот эту вот финансово-банковскую систему, да. То есть это цель общества. В шаманизме есть такое понятие, что все есть дух. То есть каждое образование имеет свой дух, свою силу. И вот есть дух природы, да, то есть эгрегор природы. Есть дух общества, эгрегор общества. У каждого есть своя цель. Потому что эгрегор, это что такое? То есть это некое объединение людей вокруг какой-то цели. Вот это эгрегор. Цель удерживает эгрегор. Так вот второй уровень целей, социальный, он тоже ограничивает нас как индивидуальность. То есть на уровне социального эгрегора человек реализует себя как personality, то есть как личность. Если на уровне эгрегора природы мы себя как женщины реализовываем как сущность, то есть продолжение рода – это сущность, это природа, здесь личность, а есть еще и третий уровень целей, что самое интересное. И третий уровень целей, он связан как раз уже не с обществом, уже не с природой, а уже с тем, что мы называем духовные цели. Цели нашей индивидуальности. Это уже совершенно другой порядок целей. И здесь как раз нужна помощь и поддержка духовных единомышленников. Почему люди начинают искать гуру, учителей, почему они отправляются жить во шрамы. Потому что есть внутренняя духовная, душевная потребность. То есть ты чувствуешь, что вот, да, вроде бы, вот как у меня было, как у многих моих учениц, все есть. Деньги есть, квартиры есть, семья есть, там все хорошо. А она почему-то начинает пить. Понимаете? В душе, что называется, кошки скребут. Вот ощущение, что ты себя не реализуешь. Вот что-то есть внутри, а ты не можешь себя найти, реализовать. И это страшно. У меня была как-то раз такая ситуация, маленький примерчик приведу, ладно? Ничего, что я так сама говорю, а вам не даю слова. Не-не-не, у вас прекрасно получается, и вы очень интересно рассказываете. Я с удовольствием слушаю, да. Тогда маленький примерчик, да? Да. Значит, это было во времена моей, как я называю, прошлой жизни, то есть когда я занималась бизнесом. Сейчас я езжу по разным странам, и у меня немножко другая сейчас же миссия. Но был период, когда вот до 30 где-то лет я занималась исключительно бизнесом. У меня три высших образования, ну то есть все там было, все хорошо. И у меня была коллега, на тот момент она была акционером, ну моим, скажем так, по статусу руководителем. Ну и моей подругой при этом, потому что я много чем помогала ей. И помню такой момент. Какие-то переговоры случились у нее, и она мне звонит после этих переговоров, говорит, я не понимаю, что происходит, мне очень плохо, у меня голова кружится, меня тошнит. И я вот сейчас еду домой, я, наверное, два дня пролежу в лёжку и не могу встать. То есть, словно… Истощение такое, да? Истощение, да. Произошло какое-то истощение. То есть, получается, что когда мы занимаемся бизнесом, то есть когда мы встречаемся с людьми, особенно это в сфере бизнеса касается, люди часто не умеют правильно использовать энергию. И вот эти астральные удары, они… это закономерность. Очень многих приходится откачивать от этих астральных ударов, потому что люди на этом уровне имеют уже достаточно большую силу, да, то есть, ну, которые руководители предприятий, компаний, ну, то есть серьёзные люди, имеют достаточную силу, эмоциональную силу в том числе. А когда они встречаются, когда проходят какие-то переговоры, люди, даже если внешне, они вроде бы себя аккуратно культурно ведут, то внутренне вот эта вот сила, она бурлит, вот эта эмоция бурлит. И бывает часто такое, что люди, сами того не осознавая, они начинают друг друга энергетически пробивать. Потом приходится иметь дело с этими астральными нападениями, не специально, а просто потому что люди неправильно расходуют энергию. Так, возвращаясь к этому примеру, эта женщина, она очень много тоже всего в жизни добилась, и у неё наступил такой момент, когда цели стали подходить к концу, то есть она закончила уже, тоже у неё несколько высших образований, она считала самым лучшим вообще переговорщиком в нашей сфере бизнеса, никогда не проигрывала в никаких переговорах. У неё тоже семья, муж, всё хорошо. Но, что интересно, её дочери должно было исполниться в 18 лет, буквально через месяц. Я уезжаю на два месяца, возвращаюсь и понимаю, что что-то вообще происходит непонятное. Она говорит, я умираю. Приезжай что-нибудь, сделай что-нибудь, готова делать твои любые энергетические практики, помоги мне восстановить мою энергию. Я говорю, умираю, мне плохо. Я приезжаю, думаю, что же случилось с человеком. А случилось очень простое. 18 лет в нашей советской ментальности, это когда человек становится совершеннолетним. То есть до 18 лет женщина, как мать, она чувствует ответственность, да, то есть вот довести до возраста совершеннолетия, а потом уже, типа, девочка взрослая, да, уже свободное плавание можно отправлять. И чисто психологически получается, что это сработало как секундная стрелка, то есть последняя цель жизни реализована. Потому что, да, это карьера построена, с деньгами все хорошо, социальный уровень целей тоже реализован, природный уровень целей тоже реализован. Ребенок вырос и вылетает из гнезда, и все, да? Да, да. То есть если до этого были как бы часовые, минутные стрелки, да, реализации целей, то эта секундная стрелка последней каплей была. Буквально через месяц она полностью сдала. Энергия не стала, все болячки повылезали, резко постарела. Понимаете? Это страшно. И вот я как бы одной из своих целей как раз ставлю помочь женщинам в этом возрасте, то есть в среднем возрасте уже, да, когда вот эти все социальные цели и природные цели, они уже реализованы. Помочь им перейти, вот сделать следующий шаг, увидеть, а что дальше. И помочь вот это принять, что на самом деле все эти цели, которые до сих пор она реализовывала, это лишь трамплин. Понимаете? Реализовать себя на уровне матери, да. Реализовать себя на уровне какого-то социального статуса работника, там бизнес-леди тоже хорошо. Это мы реализуем свой потенциал, своих возможностей. А дальше что? И вот когда женщина находит, ну или мужчина тоже, да, ну просто сегодня мы про женщину говорим, находит третий уровень своих целей, именно духовных целей, вот тогда и возникает тот баланс, то состояние счастья, удовлетворенности жизни, к которому мы все стремимся. Понимаете? То есть когда соединяется вот этот небесный план, земной план, социальный план, все три мира когда соединяются. И вот как я вижу, это моя миссия, то есть помочь вот это увидеть и к этому прийти. Через специальные практики, через специальные где-то ритуалы или обряды, потому что, правильно сказали, очень много занимаюсь ведическими знаниями. Через шаманизм, потому что все, что я даю, это на самом деле, можно сказать, сливки из разных сфер знаний, которые я применила относительно этой цели, алхимии бизнеса. То есть как построить мандалу успеха, используя знания шаманизма, используя знания астрологии, используя знания биоэнергетики. То есть во всех этих областях я много училась, у меня много учителей было, я много что прошла сама. И к чему я пришла? Что даже если у человека есть потенциал в социальном мире зарабатывать денег, то заработав это все, мы действительно не будем счастливы. Но счастливы мы будем тогда, когда мы развиваем свой внутренний потенциал, когда мы сами понимаем, кто мы есть. Когда я в своем время изучала астрологию, я в какой-то момент, ну тоже ездила по разным семинарам, училась там всему, у разных учителей. В какой-то момент я смотрю на эту свою натальную карту, представляете, да, что такое натальная карта? Я прекрасно понимаю, потому что я джутишем занимаюсь, да. Смотрю на эту натальную карту, и у меня, знаете, такая вспышка осознания вдруг пришла, дошла, что называется. Я вдруг единоразово увидела себя, то есть не просто вот эти значки какие-то, да, а вдруг пришло целостное понимание и ощущение себя в этой жизни. Какие мои таланты? На какие грабли я все время наступаю? Что я делаю не так? В чем мне нужно развиваться? Понимаете? Вдруг раз, оно пришло. И когда я, например, преподаю астрологию, я преподаю не как теоретическое знание, а как практическая, скажем так, шаманская астрология. То есть когда мы общаемся с духами планет, когда мы учимся взаимодействовать с духами планет, когда мы чувствуем их энергию. И тогда действительно мы можем у этих духов планет попросить, например, у кого там, у Епитера, например, да, мы можем попросить… Да, сегодня особенно, да, потому что сегодня сверх деньгуру, да, Юпитер. Вот давайте сегодня будем просить Юпитера помочь нам расширить сферу своего влияния, ну, бизнеса, да, расширить наши возможности. То есть все, что расширение, да, идет, это вот Юпитер. Вот сегодня, например, закончим общаться. Посоветуем нашим слушателям включить какую-то музыку, которая, знаете, их вдохновляет. И вот бывает такая музыка, как силу дает, да, вот какую-то энергию, прям вдохновение приходит, такая неспокойная медитативная, а вот активная. Пускай они потанцуют, настроятся на обувь солнечного сплетения, почувствуют вот этот вот огонь, который внутри горит, солнце, и начнут мысленно как бы просить общаться с этой планетой большой. Попросят, пообщаются, поверят, да, в то, что мы действительно на этой Земле не одни. Есть еще другие планеты, другие духи, другие существа. Все это очень взаимодействует, между собой взаимосвязано. Мы можем этому научиться? Мы можем научиться использовать как внутренние источники энергии, так и внешние источники энергии. Внешние источники энергии – это те же планеты, которые отдают огромнейшую силу, если научиться правильно с ними взаимодействовать. Опять-таки, есть специальные медитации, есть специальные техники, есть специальные практики, есть специальные динамические вещи, как это сделать. То есть это знание, оно живое. Да, абсолютно, даже нося цвета планет в определенные дни, мы тем самым усиливаем ее энергию, но главное, чтобы тут понимать, я поэтому тоже всегда выступаю за то, что женщинам, вообще, существам в женском теле, особенно важно знать хотя базы астрологии для того, чтобы жить в гармонии с этим миром, для того, чтобы мы получали по максимуму и отдавали по максимуму, именно чтобы у нас вот этот непрерывный обмен, он существовал, вот этот канал между нами и окружающим миром, окружающей вселенной, потому что мы очень часто замыкаемся и не понимаем, что происходит, а даже вот такие мелкие вещи, как просто надеть вот сегодня Юпитер, да, какие-то бежевые, коричневые, что-то такое у себя надеть, и вот, пожалуйста, мы уже гармонизируем энергию планеты, вот. Я думаю, вы сами согласитесь, да? Классно. Вот, вы упоминали, у меня тут возник вопрос, вы упоминали как раз про мандала успеха. Ну, мы с вами, наверное, немножко более продвинутые люди, но, может быть, наши радиослушатели не все знают, что это такое. Вы можете рассказать немножко поподробнее, что такое всё-таки мандала успеха и в состоянии ли построить его каждая женщина, каждый человек, либо надо всё-таки какие-то специальные вещи для этого изучать? Каждый способен. Но нужно знание, нужно знание, как это делать. Вот, поэтому и нужны все вот эти курсы, видеообучение, семинары живые, да, онлайн-обучение для того, чтобы научиться этому. Мы же когда, когда-то давно многие из нас не умели водить машину. Чтобы поехать, нужно было пройти какой-то курс обучения, да? Тогда потом легко этой машиной было управлять. То же самое и мы, как сначала надо себя изучить на всех уровнях, вот, а потом научиться этим пользоваться, то, что являемся мы. А мандала успеха, она отражает в себе все грани. Не только сферу бизнеса, потому что вы совершенно правильно сказали, женщина, она более разностороннее, разноплановое существо, и она может быть счастлива только тогда, когда во всех плоскостях, сферах своей жизни она чувствует себя реализованной, да, то есть максимально, как бы, использует свой потенциал, свое предназначение. И эта мандала, она включает в себя несколько уровней построения успеха и счастья для женщины. В первую очередь, это касается женского здоровья. Буквально два дня назад в Лос-Анджелесе, у меня, три дня назад, у меня проходил такой воркшоп, и мы работали с... Здесь у нас мальчиков нету, да, в эфире? Сного так были открыты. Ну, у нас такой почти обо всем можно, да. Хорошо. Вот, то есть тема воркшопа была энергетическое очищение матки. И это больше, чем просто матка, то есть, в смысле, процесс очищения. То есть я давала большую лекцию, в чем смысл этого всего. Дело в том, что изначально у нас матка, она имеет связь с космосом, да. И по идее... А, кстати, было в свое время такое исследование сделано. Ученые очень удивились, для них был небольшой шок, потом они вроде приняли это, что оказывается, когда женщина рожает, ребенок уже имеет тонкие тела, да, то есть какой-то определенный набор тонких тел, то есть часть ауры, скажем так. То есть получается, что женщина, когда вынашивает ребенка, она формирует не только физическое тело, но уже и закладываются вот эти тонкие тела. Представляете, то есть маленький ребенок, там, сфотографировали эту ауру, уже есть тонкие тела. И это было, конечно, большое открытие. Но о чем это говорит? Что женщина, она действительно намного ближе к Богу, да, чем мужчина, потому что мало того, что она умеет производить себе подобных мужчин, так он не умеет, но она уже формирует, что такое тонкие тела, да, аура. Я сейчас, извиняюсь, просто я по-английски в последнее время говорю, немножко сложновато слова на русском подбирать. Что такое аура, что такое тонкие тела? По сути, это часть души, да, то есть это уже некое формирование судьбы. И каким образом женщина это делает? Как физическое тело женщины, оно может создать физическое тело ребенка, да? Но как это физическое тело женщины может создать тонкие тела для ребенка? И вот тут как раз я объясняю, что у нас матка имеет связь с космосом, то есть за счет того, что, то есть когда у женщины хорошая чистая связь, контакт с космосом, со Вселенной, то матка как раз вбирает, то есть она плетет, нить судьбы есть такое понятие, то есть она плетет эту ауру ребенка, используя как раз вот эти тонкие энергии, космические энергии. Но проблема, когда есть определенная блокировка, то есть когда связь матки, да, сущности, она в какой-то степени нарушена, ну, либо есть там определенные, ну, препятствия, но я сейчас не буду просто в детали вдаваться, то получается матка не может брать чистую тонкую энергию с космоса, и из чего тогда она будет плести вот эту судьбу, вот эту тонкую энергию, вот эту ауру ребенку, из того, что женщина сама имеет, а что она имеет, проблемы какие-то, болячки какие-то, то есть какая-то вот это вот то, что называется кармой, да, все проблемы, она получается передает ребенку вместе с этой информацией, поэтому когда мы делаем очищение матки, энергетический и социальный ритуал, то восстанавливается связь, очищается связь матки с Вселенной, и тут происходят чудеса. Кто не мог родить, очень быстро у них все случается, кто, а, даже есть такие примеры, когда женщина уже, ну, в возрасте катаклимакс, уже все закончилось, да, месячные закончились, у нее начинается вновь цикл. Представляете, она в шоке говорит, господи, я чувствую себя на 10 лет моложе, я хочу танцевать, я хочу петь, опять происходит вот этот биохимический процесс, то есть восстанавливается цикл, возвращается ее молодость, это здоровье, потому что сексуальная энергия женщины это источник ее здоровья. Я, кстати, хотела, я прошу прощения, у меня такая есть ремарка, добавка, да, потому что как раз женское здоровье, показатель того, что женщины начинают ранний климакс, это показатель большого нездоровья как раз, и наше тело, оно способно еще достаточно долго производить вот эту энергию плодородия, да, уже когда там чуть больше 40, и вдруг уже начинаются такие изменения дегеративные и возрастные, это на самом деле как раз для женщин должен быть сигналом того, что с ней что-то не в порядке, даже если у нее до этого все было в порядке, то, в общем, тут нужно как раз уже идти к специалисту и заниматься собой, это очень большая проблема. Очень срочно, да, потому что, смотрите, когда нарушается связь женщины с ее основным источником энергии, то есть это то, что в матке, куча проблем сразу вылезает и по здоровью, и по отношениям, и по бизнесу, потому что что такое сексуальная энергия вообще у женщины? Это как основной источник ее силы, да? Это перпетум мобили, который 24 часа в сутки производит энергию, ну матка наша, генерирует, а дальше эту энергию мы же можем направить как хотим, если правильно, да, уметь этим пользоваться. То есть, конечно же, на рождение детей, конечно же, на взаимоотношения, конечно же, на сексуальные отношения, но есть большая возможность использовать. Например, у меня есть курс, чем отличается мужская модель поведения в бизнесе и женская. И я там затрагиваю некоторые аспекты, когда женщина не совсем, ну, скажем так, эффективно использует свою силу. Когда она пытается следовать мужскому стереотипу поведения в бизнесе, вместо того, чтобы использовать свою женскую силу. Ну, например, возьмем цели, да, как это устроено. Мужчина видит цель, как образ там горы, на вершине горы какая-то цель, да, вот он к ней пошел. Ему в этом комфортно. Женщина пытается делать то же самое. Вот она цель, я к ней пошла. Вместо того, чтобы эту цель притянуть, потому что мы по-другому устроены, у нас энергетика разная. Соответственно, когда мужчина действует таким образом, вижу цель, к ней и иду, он себя хорошо чувствует, и у него энергии больше и больше становится. А у женщины часто бывает такое, что она видит цель, к ней идет, но перерасходует энергию свою. Она устает, у нее стресс. Она чувствует, что она как бы слишком, как бы, over, как это, перезагружена. Да, перезагружена. Именно просто потому, что она по-мужскому пытается действовать. Но это неудивительно, потому что кто сейчас является тренерами во всех бизнес-школах? В основном мужчины, ну, есть несколько женщин, но в основном мужчины. Замечательный, хорош, успешный, очень уважаю, со многими дружу и так далее. Но что они могут, чему обучить женщину? Тому, чему сами научились. А они пользуются своей моделью поведения, правильно? Там, зарабатывание денег или путь успеха. А у женщин и другие совершенно, ну, все другое. Энергетически мы другие. Тело у нас другое, мысль у нас по-другому, мозг у нас вообще по-другому устроен. Соответственно, в этом курсе, чему я обучаю, это каким образом именно притягивать, то есть каким образом свою сексуальную энергию направить на то, чтобы развивать свой магнетический центр, уже благодаря которому через определенные энергетические щупальцы мы можем притянуть эту цель к себе. И тогда совершенно другой эффект. Женщина не теряет силы, она не падает ни в какую депрессию, у нее все хорошо, то есть она сохраняет внутренний центр, она не перерасходует свою энергию, она гармоничным образом достигает своих целей. Но не по мужской модели поведения, а именно через женскую энергетику, через женскую сущность. Это как один маленький пример. На самом деле там порядка восьми таких отличий. Если женщина начинает этим пользоваться жизнью, то ей легко дается все. Мы часто думаем, что зарабатывание денег или реализация себя как их цели – это такой тяжелый путь достижения. Да ничего подобного. Это мы себе так придумали, потому что мы пытаемся это добиваться, как мужчины делают. Конечно же, мы не мужчины. И вот как раз в этом еще есть опасность, что, ну, наверное, 75% женщин, кто приходит ко мне на консультации по бизнесу, вообще по разным вопросам, у них вот это вот маскалинь, что называется, мужское, да, янское начало, оно более сильное, чем женское. И тоже здесь… Ну, сейчас даже надо сказать, что сейчас, в принципе, не мир так устроен, что вот это мужское начало преобладает. Потому что если мы даже посмотрим астрологию, да, есть такое понятие, как люди, рожденные под влиянием Марса. И вот я знаю, что я большое количество карт пересмотрела разных людей, и я знаю, что мангаликов сейчас просто намного больше физических женщин-мангаликов. То есть у них, по сути, мужское мангалики, я прошу прощения, если кто-то меня не понимает, для радиослушателей я поясню, это люди… Мангал – это на санскрите это Марс, да, то есть мангалики – это люди, рожденные под сильным влиянием Марса. И которые вот эти марсианские качества, а мы знаем, что Марс – это мужская планета, она несёт именно вот эту мужскую воинственную энергию. Она может быть как и позитивная, так и негативная, но и у женщин, огромное количество женщин, я вижу, просто сейчас они вот под этим Марсом рождаются, да, и они этот Марс ещё больше усугубляют. Вот, я думаю, что вы со мной согласитесь, наверное, как практикующий тренер, потому что вы тоже наверняка это видите. Да и общество нам даёт, да. Вот сейчас мы, наверное… Наверное, у нас сейчас в Америке это не популярное мнение, да, но всё-таки я выступаю вот за такое конкретное гендерное различие, потому что, конечно, да, мы все души. Мы пришли в эти… Мы души, которые пришли одни в мужские тела, другие в женские, но мы разные, мы поэтому и реализовались, одни в мужских телах, а другие в женских, и не надо об этом забывать. Да, да, конечно. И мне, честно говоря, больше всего нравится, когда я имею дело вот с такими ситуациями, когда ко мне приходит, ну, женщина, либо с группы женщины работа, когда нужно помочь именно найти вот этот баланс. То есть каким образом сохранить связь со своей женской сущностью, да, оставаться вот этой центрированной в женской энергетике, но при этом быть успешной и реализовать себя. То есть это, ну, для меня это самый такой классный челлендж, задачка, которую мне очень нравится решать, потому что я сама, ну, много через что прошла в этом направлении, и я понимаю, что большинство женщин уже не хотят возвращаться просто на кухню. Ну, во всяком случае, я во всех странах с этим сталкиваюсь. И у многих почему есть такое неприятие женской темы, потому что они думают, что если я сейчас буду опять раскрывать себе женскую часть, да, то это значит, я должна вернуться на кухню, быть полностью зависимой от мужчин и так далее, а я типа не хочу этому, да. Нет, речь не об этом. Не нужно возвращаться на кухню и быть бесправным существом, как до сексуальной революции. Тут в Испании такие вечно разговоры идут, ну, во всей, в большинстве стран такие проблемы у женщин в голове. Вот, но как раз смысл в другом, чтобы наоборот, на новом этапе осознать себя женщиной с большой буквы, понять, как ты свой энергетический потенциал можешь использовать для реализации себя во всех плоскостях именно по женской модели, не опираясь на мужской стереотип поведения в том же бизнесе, потому что это приводит в никуда, это, извините, приводит к алкоголизму, к депресснику, к болезням. Когда женщина начинает зарабатывать деньги и стремиться быть успешной, как мужчина это делает, все, это рано или поздно это приведет к краху. Даже если она там много всего заработает, ну, у нее внутренне будет большая боль в душе, потому что она не живет своей жизнью. Но если она находит вот этот вот ключик к себе, как к женщине, именно используя источник энергии, который дано ей природой, вот как раз ее сексуальная сила, ее магнетизм, и за счет этого она начинает строить свою мандалу успеха, то она может добиться намного большего, чем тот же мужчина в том же бизнесе. Просто мы реально, женщины, мы реально не ценим и не понимаем, что делать с этим источником силы внутри себя. Потому что, опять-таки, я извиняюсь, но патриархальное общество, оно женщине сказало, тебе сексуальная энергия нужна либо детей рожать, либо сексом заниматься. Еще раз прошу прощения за риски и высказывания, может быть, но это же так. И мы реально не знаем и не понимаем, что с этой энергией силы делать, как ее направить на реализацию себя в том же материальном мире. Легко. В ближайшее время мы едем в Индию на Новый год, у нас будет ретрит в Индии. Там как раз вся программа, она построена на вот этой теме. То есть женская, с одной стороны, мы будем очень сильно с этим работать, то есть это женский, на самом деле, тренинг, ретрит. Но все направлено на то, как заложить программу успеха на весь год, потому что мы будем использовать как раз астрологические вот эти моменты, когда закладывается программа на весь год. Есть прям четкая методика, что делать, какие практики делать, как направлять туда энергию в это будущее, как сформировать все аспекты вот этой мандалы, все грани, чтобы энергия пошла и на личные отношения, и на бизнес, и на путешествия, и на хобби, то есть сбалансировать вот эти все части своей жизни. Это все делается. У меня такой провокационный вопрос к вам возник. А вот как вы считаете, женщине обязательно реализация в семье или все-таки это не мастхэв, да? Ой, спасибо вам большое, вопрос, вы действительно в потоке, у меня буквально за последние дни несколько таких вопросов было. Как это выглядит? Приходит девушка молодая, ну то есть в том возрасте, когда, ну видно, что ей вокруг все говорят, когда уже родишь, уже пора. Вот, она такая прям, ей неудобно жмется так вот, стесняется, а потом задает вопрос, говорит, а вот если я чувствую, что я пока не хочу, точно ли я должна? Больше таких запросов по среднему появляется. Я объясняю, что здесь опять-таки нужно понять, является ли это твоей целью, то есть твоим желанием, ты чувствуешь, и это идет от твоей сущности. Либо этот опыт твоя душа уже получила в прошлых жизнях, а в этой жизни у тебя, например, другой опыт душа должна получать. Мы же знаем, что душа, она много раз воплощается, да? Ну там, не будем сейчас даваться в подробности в каждой там традиции. Ну мы, скажем, принимаем эту концепцию. Да, принимаем эту концепцию. Мы относимся к тем людям, которые к этой концепции относятся положительно, да? Да, и я точно знаю, что не одно воплощение, потому что когда делаю кармическую диагностику, то есть просматриваю прошлые жизни, чтобы найти причину кармической болезни, например, в этой жизни, я вижу эти воплощения, и это придумать нельзя, потому что иногда такие вещи ты видишь, что в голове, в мозгах у тебя явно такой картинки не было. Вот, то есть действительно душа, она имеет не одно воплощение, и с каждым воплощением что она делает? Она накапливает какой-то опыт, да, который дан ей там свыше, этот опыт она получает как некий бэкграунд свой духовный для того, чтобы развиваться. Вот, соответственно, когда женщина чувствует, что это против её воли, или она не хочет, либо ещё не созрела, может быть, а некоторые действительно не созревают в этой жизни, это значит, что душа уже много раз получала этот опыт, и он ей уже не нужен. Есть действительно женщины, которые говорят, у меня есть отношения, но я не хочу семью, я не хочу 90% своего времени тратить на всё, что касается семьи, воспитания детей. Я очень люблю детей, вот у меня есть там несколько благодоварительных проектов с детьми, которые я делаю, да, но извините, если женщины действительно занимаются детьми, она должна ими заниматься, а если она ими занимается, то это большинство времени на них и уходит. У кого-то это в этой жизни действительно предназначение, я знаю таких женщин. Вот на неё смотришь, она мама, и никакая другая, скажем так, роль, реализация в этой жизни ей не нужна, она в этом себя тотально ощущает счастлива. Это не потому, что ей кто-то сказал, что ты должна родить, да, а потому что она, вот душа её в этой жизни должна этот опыт получить. А кто-то наоборот говорит, господи, развелась с мужем, теперь я свободная женщина, я путешествую, я провожу тренинги, я ни от кого не завишу. Понимаете? То есть здесь нужно смотреть, делать реально кармическую диагностику, делать диагностику предназначений и просто смотреть, какое предназначение у твоей души в этой жизни. Вот и тогда, это почему ещё важно, потому что у нас же два полушария, да, левое и правое. То есть одно логическое, другое, соответственно, интуитивное. Интуитивно мы можем, ну, женщины особенно, мы чувствуем, что нам нужно, что нам не нужно. Но конфликт возникает тогда, когда мы чувствуем одно, а левое полушарие нам говорит, ну, как же так, моя мама просит внуков, я должна, да. И тогда возникает конфликт. Но если разобраться и сделать ту же диагностику, предназначение, посмотреть, опять-таки, на тальную карту, ну, то есть по-разному, много сфер знаний, там, через шаманизм, через что угодно, на самом деле, можно получить ответы на вопросы, лучше комплексно. Потому что шаманизм, он больше работает для правого полушария, да, потому что это больше, ну, включается образное восприятие мышления. А та же астрология или, там, тот же коучинг, или, ну, более конкретные науки, они дают пищу для левого полушария. Когда левое и правое полушарие, оно перестает конфликтовать, все, вопрос решен. Женщина принимает себя и принимает свою судьбу. И принимает, да, я хочу в этой жизни иметь семью детей, или, нет, я поняла, что этот опыт у меня уже есть, все хорошо, но я пошла дальше, например, да. Я хочу сейчас ездить по всему миру, заниматься благотворительными проектами, помогать людям, помогать тем же самым детям, потому что я могу больше помочь, чем только одному своему ребенку. Вот я езжу, действительно, и очень много у меня благотворительных проектов с детьми. С раковыми детьми, с госпиталем. Вот в Мексике недавно было, до этого до Америки, в Бразилии было огромное количество детей, кому нужна помощь. Мы делаем проекты благотворительные, мы привлекаем туда спонсорские деньги. То есть я чувствую, что я выполняю свое предназначение как мать, можно сказать, потому что я огромному количеству детей в этой жизни помогаю. Хотя у меня лично детей нету, потому что у меня другой образ жизни. Я не имею права, извините, родить и бросить, да, и поехать там путешествовать. У меня достаточно высокая степень, ну, как ответственности за то, чем я занимаюсь. Если я беру ответственность за чего-то или за кого-то, извините, я должна эту ответственность как-то нести. Опять куда-то я вам заговорила. Нет-нет-нет, это очень важный вопрос на самом деле. Конечно, я понимаю, что сейчас очень часто нам общество, кстати, вот интересный момент, нам общество сейчас диктует, что женщина вот этот вот child-free такой, да, стайл. Поэтому очень важно именно со своими истинными желаниями и своими истинными потребностями разобраться. Поэтому я как бы двумя руками за выступаю, то, чтобы мы вообще осознавали свою природу прежде всего, не действовали слепо, так сказать, на волне определенных стереотипов, а поняли, кто мы, чем раньше, тем лучше. Поэтому очень важно, что очень здорово, что вы работаете с детьми. И вообще я считаю, что таким вещам надо обучать еще вот с молодых ногтей. У меня вот в программе, пока мы с вами диалог ввели, у меня несколько раз возникала мысль, ну почему в школе не учат? Почему нам это не дают, когда мы маленькие, да? Когда мы должны? Почему нас не учат? Как правильно выстраивать отношения? Ну, может быть, это некорректно немножко, да? Как выстраивать отношения? Корректно, корректно. Как вообще работать с другими, вообще, потому что наша жизнь, мы в этом плане на земле, да, мы реализуемся, это место, где у нас мы все должны пройти через отношения. У нас отношения везде, со всеми, и каждую минуту возникает. А нас этому не учат, это огромная-огромная проблема. И как раз, чтобы найти себя, нам тоже это нужно, чем раньше мы этим начнем заниматься. Поэтому я думаю, что миссия каждой женщины, если она мать, то она должна дать ребенку своему, она должна. Вот у меня, я не люблю вот этот глагол «долженоснование», но здесь мне хочется вот именно на него сделать упор, что мы должны, как женщины, дать детям, дать следующим поколениям вот эту науку, это знание. Точно. Да. К сожалению, наше время уже подходит к концу, у нас буквально пара минут, вы нам скажете какие-нибудь напутственные слова, мне очень не хочется с вами расставаться, мне так приятно, я прямо с вами чувствую единение душевное. Ну давайте тогда продолжим, я буду очень рада для аудитории, которая нас слушает, запустить, может быть, даже отдельный онлайн какой-нибудь курс, у меня много разных тем, да, мы просто можем выбрать, потому что мне очень хочется, я действительно, когда в свое время пришла к пониманию, что нужно женщин поддерживать, вот создала ассоциацию, да, Уинь, которая сейчас в восьми странах, почему? Потому что женщине нужна поддержка, вот мужчина, да, вот со своим, извиняюсь, иго, вот он что-то себе решил и действует, ну хорошо, ему одному в принципе нормально, ну да, его нужно тоже поддерживать, вдохновлять и так далее, это уже другая тема для женщины. Но что касается женщины, чтобы она чего-то достигала, реализовывала себя, ей нужна поддержка, нужно, чтобы рядом кто-то сказал, да, давай, ты можешь, у тебя получится, смотри, у тебя есть вот это, вот это, вот это талант, и я тебя поддержу, мы вместе с тобой это сможем сделать. И тогда женщина обретает именно вот веру в себя, нам, женщинам, нужно в первую очередь вера в себя, и для этого нам нужно вместе держаться, понимаете, делать эти круги, ну, circles, да, которые сейчас популярны, делать эти воркшопы, встречаться на онлайн, обмениваться опытом и принять то, что у нас есть энергия, ресурс, силы, которые мы можем реализовать, но именно это та сила, энергия, которая, ну, именно наша. Я очень верю, что женщины, они достойны того, чтобы выйти за рамки своего вот этого ограничения, какого-то представления о себе. Они намного больше, они творческое воплошение божественной энергии на земле, да, вот это вот шахте. И пусть каждая женщина, которая нас сегодня слушает или там смотреть будет, пусть она захочет вот найти вот эту реализацию своей шахте. И буду очень рада встречаться, приезжайте в Индию, давайте вместе на ретрит поедем, на Новый год будем закладывать программу, приезжайте на астрологический Новый год, будет тур Амазонок, на горных лыжах, там мы будем делать женские техники. Давайте просто держаться вместе, помогать друг другу, и тогда у нас будет вот то счастье, к которому все стремимся, будет реализация и удовлетворение от каждого дня нашей жизни. Я благодарю вас огромное за программу, у нас очень интересный эфир получался. Я хочу напомнить, что у нас в гостях была Диана Свэми, международный женский тренер и консультант, автор уникальных программ путешествий по местам силы, как раз вот Диана нам немножко рассказала. И мы вас обязательно ждем еще в гости, я знаю, что вы сейчас, я просто прямо вот уже мыслим с вами в Индии. Вот. И спасибо еще раз, оставайтесь с нами на радио Сангейтс по четвергам, мы выходим в эфир в 11 часов по времени Чикаго, в 9 часов по времени Сан-Франциско и 20 часов по времени Москвы в программе «Женская гостиная». И с вами была я, Анастасия Хрущинская, и моя потрясающая гостья Диана Свэми. Спасибо, дорогие друзья, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»